Ольга Лепиленая в спортшколе «Олимп» занимается художественной гимнастикой «Дочь». Женщина утверждает, что девочкам часто просто негде тренироваться. Дело в том, что у «Олимпа» нет собственных залов. Сейчас юные спортсмены занимаются в помещении школы номер 10, иногда прямо в коридорах. Поскольку в образовательной школе есть свой учебный процесс, в том числе внеурочная деятельность по расписанию и также секции школьные, то нам приходится порой очень сложно. Если есть возможность поспособствовать в плане выделения какого-то отдельного зала, либо ФОКа, мы будем очень благодарны. С этой проблемой Ольга вместе с тренером «Олимпа» Александрой Морозовой решила обратиться к спортсмену и депутату Государственной думы Вячеславу Фетисову. Традиционно на приеме жителей присутствовал и глава муниципалитета Алексей Спаский. Мы позанимаемся этим вопросом. Все-таки какие-то дворцы, дворец спорта у нас есть. Там еще, хоть и говорят сейчас профессионалы, что перегружено, но постараемся помочь. Тема важнейшая, нехватка спортивных сооружений в Ленинском городском округе, она с каждым годом ощущается все больше и больше. С главой Алексеем Петровичем мы будем думать, каким образом удовлетворить требования. Светлана Третьякова и Ольга Болгова из деревни Петрушина с лета прошлого года пытаются отстоять рощу, которая отделяет их дома от железной дороги. Летом 2021 года начались предприниматься попытки по вырубке зеленых насаждений. И так мы узнали, что наша лесополоса стала частной собственностью и участки выставлены на продажу. Все лето мы боролись с техникой, за наши деревья, написали везде обращения, заявления и в правоохранительные органы, и в администрацию. Сейчас собственник пытается перепродать участки прямо с деревьями. С похожей ситуацией обратились также жители Ольгинской улицы в Видном и ЖК Бутово парк. У нас большое количество судов, десятки судов параллельно идет. Иногда мы выиграем, иногда проигрываем, идем обжаловать. Но понимаю о том, что решение в данном случае с нашей точки зрения очевидное. Надо будет вместе с коллегами добиться решения о проведении парламентских слушаний. Это самое высокое обсуждение темы, которую людей волнует. И надеюсь, это тоже будет одним из таких шагов серьезных по защите интересов людей. Для Вячеслава Фетисова не только депутата, но и посла доброй воли Организации Объединенных Наций по экологии. И с недавних пор председателя Всероссийского общества охраны природы – это принципиальный вопрос, который он намерен решать на самом высоком уровне. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.